Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Что ж, время поговорить с бизнесменами. Кстати, сегодня пятница. Традиционно мы в конце недели, по крайней мере, в эфире Бизнес Класса, выбираем более-менее, ну, такие, я бы не сказал, легкие темы, но темы, связанные с близостью выходных. Наверняка многие из вас в выходной планируют привести себя наконец-то в порядке, постричься, побриться. Так вот, такая возможность у вас появится и даже, может быть, усилится, потому что тема сегодняшнего программы «Какой должна быть современная парикмахерская в Москве?» мы поговорим сегодня с знатоком этого дела. У меня в гостях Данила Антоновский, совладелец и основатель сети парикмахерских ЧОП-ЧОП. Данила, добрый вечер. Олег, привет. Радиослушатели, привет. Он сейчас занят, видимо. Я все по инерции просто смотрю в экран телефона, там уже ничего не происходит. А, кстати, что там ты можешь увидеть в экране телефона? Я размещаю фотографии в Инстаграме. Давай так, мы сейчас, собственно, поговорим в эфире, а потом ты спокойно сможешь это сделать. Согласен. Ну, с другой стороны, у нас еще будут паузы между разговором внутри эфира. Уважаемые слушатели, я напомню, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы свои Даниле. Для этого есть телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Либо воспользуйтесь интернет-ресурсом, сайтом, компанией финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. Тем более, что, еще раз повторю, Данила за эфиром достаточно убедительно мне повествовал о том, что он знает, как настоящий парикмахерский должен выглядеть. Кстати, вот мы говорим о московской парикмахерской, это действительно только московский вариант, или мы можем говорить о том, что это в принципе так? Я просто позволю себе сразу оговориться. Я говорил не о том, что я знаю, как должна выглядеть настоящая парикмахерская, потому что она может выглядеть как угодно. Но она при этом может быть не настоящей. О том, как должен быть устроен бизнес. Но я знаю, как должна выглядеть парикмахерская, которая понравится большому количеству людей. Ну, давайте с этого и начнем, потому что у нас огромное количество слушателей, и большому количеству людей очень хочется знать, как она выглядит. Расскажи, пожалуйста Мы о каких-то эстетических конкретных Не знаю, не знаю, просто о чем угодно Ну слушайте, давайте сталкиваемся от нашего опыта И начнем с того, что Хорошая парикмахерская, которую там любят люди И так далее, она должна как-то более-менее Быть сфокусирована на чем-то одном У нас мужская парикмахерская Мы содержим только мужчин И всегда это делали, и девочек не стригли никогда Хотя, когда мы только собирались Все это дело начинать, и потом уже Первое время работы, огромное количество людей Которые говорили, что Вы что, я все понимаю про парикмахерский бизнес Почему вы не стрижете женщин Да вы посчитаете, сколько денег вы теряете И так далее, и так далее А вот нам вот такие аргументы выдвигались Посчитайте, сколько стоит педикюр Посчитайте, сколько вы теряете денег Но мы как-то этого не делали И в какой-то среднесрочной-долгосрочной перспективе Уже стало понятно, что чистота формата То есть концентрация на какой-то одной теме Она является выигрышной стратегией, разумеется То есть несмотря на то, что действительно педикюр И женская стрижка стоит гораздо дороже И это могло быть гораздо более выгоднее Ну то есть теоретически мы могли бы там На первых порах получать чуть больше денег Чем мы получали с одних мужчин Но сейчас мы, разумеется, получаем их больше Чем если бы у нас этот педикюр был Потому что как выяснилось, что мужчинам Не как выяснилось, а как мы и знали с самого начала Просто сейчас у нас есть вся статистика, чтобы это убедительно доказать Что мужчинам, конечно, комфортнее стричься среди мужчин И не видеть там вот этой фольги, которая используется при окрашивании женских волос Которая валяется на полу Ну и как-то вот всего этого дела И как-то им приятно приходить в место, которое сделано специально для них То есть в этом, собственно, основная идея какая-то Почему именно у вас такая узкая специализация? Да я не могу сказать, что это было Как что мы прям сидели и думали Какую бы идею нам придумать для мужской парикмахерской Это абсолютно само собой Это витало в воздухе Мы просто понимали, что мы хотим делать мужскую парикмахерскую И никакую другую Вопроса другого не стояло вообще Ну хорошо, а с точки зрения Самого профессионального парикмахерского искусства Есть какая-то специфика? Когда вы обслуживаете мужчин, женщин, детей В заключении того, что последние кричат громко Вы имеете в виду технические вещи? Технические вещи, да Нет, нет, никакой специфики нет Нужно просто, в общем, искать нормальных парикмахеров И объяснять им, что мы хотим У нас просто есть, если говорить о каком-то конкретном выражении Именно в стрижках, да То у нас есть некий эстетический вектор Который мы всегда пропагандировали Мы на нем не настаиваем Но, в общем, мы его очерчиваем Да, он у нас есть Это, разумеется, классические мужские стрижки Потому что что, собственно, началось Началось все с того, что Ну это был одним из факторов, да Потому что мы в какой-то момент поняли Что мы хотим сделать себе прическу полубокс А объяснить московским парикмахерам, что это такое Невозможно Хотя, казалось бы, что может быть проще У моего дедушки была прическа полубокс У вашего дедушки была прическа полубокс У дедушки этого парикмахера была такая прическа Но при этом Ну я думаю, в те времена, да, другой просто не было прическа Они просто разучились Разучились стричь, да Вот какие-то такие простые, классические мужские стрижки Ну подожди, вот парикмахер, который работает Ну, в среднестатистической парикмахерской в Москве он же профессионал своего дела, он заканчивал какие-то курсы. Совсем это не значит, это раз. А во-вторых, безусловно, то, что он заканчивал курсы, он ни о чем не говорит. Возможно, его родители туда отправили, он к этому никакой склонности не испытывает. Ну, то есть, это совершенно ни о чем ни о чем не говорит. Вот. И в большинстве прихоманических там, в общем, там большая текучка и так далее, и так далее. Поэтому очень много случайных людей, и там, в общем, стригут. Странновато, да, странновато. Потому что, чтобы стригли хорошо, человек должен этим жить, у него должны гореть глаза, он должен просто чувствовать, он должен уметь оперировать теми образами, да, то есть, вы приходите к прихоманчику и говорите, я хочу стрижку, как у Брэда Питта в фильме «Дерево жизни». Да. Человек сразу понимает, о чем идет речь, да. Или, в крайней случае, вы ему показываете фотографию, где стоит Брэд Питт с классической прической полубокс, да, и прихоманчик должен считать этот образ, он должен понять, что это действительно полубокс, да, он должен знать там какой-то, какой-то, какой-то культурный фон, который стоит за всем этим делом, да, а не просто там видеть, что там здесь бритые виски, да, здесь чуть покороче, здесь чуть подлиннее, да, потому что тогда ничего не получится. Вот. Я понял. Ну, хорошо, полубокс, полубокс, полубокс. Ну, я так понимаю, вся гамма, да, предоставляемых вами услуг, они не ограничиваются именно стрижкой полубокс? Нет, разумеется, не ограничиваются, но просто, как показывает практика, мужчины, там, 90%, они просят именно, ну, полубокс я сказал просто как пример. Как пример такой, самые харистоматийные, известные классические стрижки, но, как правило, все, то, что делаем мы, это все ограничивается, то, что, вернее, просят люди, ограничивается аккуратно выбритыми висками и каким-то таким проборчиком на голове, аккуратненьким. Ну смотри, вот я, готовившись к этой программе, почитал кое-какие твои выступления. Акцент там помимо простоты, наверное, если мы говорим о мужской... Классичности. Классичности, хорошо, да, я согласен, не очень корректно. Помимо классичности, еще есть ссылка на то, что это должно быть быстро, относительно чего непонятно, может быть, относительно женское. А я сейчас скажу. Да-да-да, я вот тебя об этом сейчас хочу спросить. Быстро, то есть мы говорим о времени неком исполнении заказа, ну и о стоимости его, что всегда важно. Совершенно верно. Тема со временем, мы как-то ее первое время педалировали, сейчас перестали, просто первое время у нас, конечно, было... У нас просто накопилось какое-то изрядное количество раздражения в адрес классических московских салонов, где стрижка, очевидно, занимает больше времени, чем она должна занимать. Потому что там вот эта церемонность, она нагнетается намеренно, чтобы клиенты не возникло ощущения, будто он там переплатил, что вот он, значит, отдал деньги, а его там чик-чик и быстро посыгивает. И поэтому лично меня все время бесило. Я начинал там через минут 40 ерзать уже в кресле, потеть, скучать, зевать и так далее. И я помню, постоянно у меня были, ну не конфликты, а споры с парикмахерами в обычных московских салонах. Я говорю, мне нужны там короткие виски. И она начинала мне ножницами чуть ли не каждый волосок выстригать. Я говорю, возьми машинку, пожалуйста, ну вот это так просто, да? Они просто не умеют стричь машинками, потому что вот у них, вот у нас салон, да? Ну у вас салон, ну мне это неинтересно. Я хочу за полчаса постричься и пойти дальше по своим делам. Вот, и поэтому, в общем, мы как бы... А, кстати, вот эта быстрота, это не всегда худшее качество. Это, понимаете, быстрота, это быстрота в нашем случае не самоцель. Мы сейчас даже не говорим не о быстроте, а о том, что стричка должна занимать то количество времени, которое она реально занимает. И что если без ущерба качества можно один раз пройтись машинкой, не надо прыгать вокруг человека и выстригать его ножницами. Ну не надо, правда? То есть в конечном итоге вот это вот желание, да, детализировать этот процесс, это в конечном итоге оправдание большей стоимости. Ну, отчасти, разумеется, да. Отчасти да, а еще потому, что там у нас немножко другая прихоманская культура. То есть, например, когда вы приходите встречаться в Нью-Йорке, там вообще редко моют голову. У нас моют голову два раза. Там вообще редко моют голову, да? Там ты садишься, тебе вжик-вжик-вжик-вжик-вжик, мокрым полотенчиком тебя промокнули, следующий. Не бежи. 40 долларов отдай и следующий. Вот. Ну это нормально, усадьтесь, где нет, нормально, да? Так должно быть. Мне ближе такой подход. Я не знаю, наверняка есть мужчины, которым нравится, когда им три раза моют голову, делают массаж головы и так далее. Но мне хочется, чтобы меня быстро и аккуратно подстригли. Вот. И там обсудить, не знаю, девчонок во время стрижки. Вот. Ну, опять, с кем ты будешь их обсуждать-то? С парикмахером? Ну да, да, разумеется. То есть в этом смысле я правильно понимаю, что парикмахеры в вашем салоне, как минимум, или вот с твоей точки зрения, тоже мужчины. Мужчины парикмахеры должны быть мужчины. Это скорее как часть образа, да, такого, который я себе в голове нарисовал. То есть они могут быть девочками, да, и в этом случае можно было обсудить что-то другое. Но, как правило, они мужчины. Хорошо. Ну и о стоимости. Два слова буквально. О стоимости. Вот я как раз сегодня отвечал на вопрос, сказал, что мы исходили исключительно из соображений здравого смысла, да. Мы просто выбрали какую-то цену, которую нам самим было бы комфортно заплатить, да. И эта стричка стоит полторы тысячи рублей. Но она не очень материальная. Соображения здравого смысла не очень материальные. Если ты говоришь о бизнесе, да, есть затраты, есть расходы, есть там смета какая-то, есть рентабельность. Я понимаю, но мы все-таки исходили вот из здравого смысла, потому что если бы исходить из чего-то другого, то тогда бизнес не надо делать. Просто так получилось в нашем случае, что здравый смысл совпал с выгодной экономикой. Совершенно верно. И потом мы просто на самом деле мы такие обаятельные разгильдяи, гуманитарии, и мы на самом деле не очень хорошо считаем. Все, что у нас есть, это с возможностью. При этом мы занимаемся бизнесом, да, Данил? При этом мы занимаемся бизнесом. Хорошо, спасибо огромное. Мы прервемся сейчас. Время новостей на Финам.ФМ, а потом продолжим. Друзья мои, мы продолжаем наш эфир бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Данила Антоновский, основатель и совладелец сети парикмахерских ЧОП-ЧОП. Тема нашей программы сегодня «Какой должна быть современная парикмахерская?» Ну, по мнению, как минимум, Данилы. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, пишите, задавайте вопросы, соглашайтесь, либо, может быть, спорьте. Данила сказал, что он любит. Давайте спорить, конечно. Давайте спорить. Ну, в конце концов, почему нет разной точки зрения, это как минимум прекрасная возможность найти какой-то здоровый и правильный компромисс. Так вот, продолжим разговор. Ну, и если позволишь, Данила, давайте поговорим о бизнесе немножко. Как он строится? Что такое парикмахерский бизнес в целом? Ну, я думаю, что парикмахерский бизнес едва ли с точки зрения каких-то глобальных механизмов отличается от любого другого бизнеса, а строится этот бизнес, как опять-таки любой другой, довольно-таки, конечно, тяжело. Вот. Ну, то есть я сейчас не жалуюсь, а просто... Ну, это реально. Я констатирую факт. Да. Ну, как он строится? Проблема номер один, да? Помещение. Проблема номер один, как правило, помещение, да? В нашем случае это помещение, потому что мы довольно динамично развиваемся, и нам их нужно довольно много. Вы их арендуете, выкупаете? Ну, мы их, разумеется, арендуем, у нас нет таких денег, чтобы выкупать. Мы их арендуем, а поскольку Москва, когда строилась, там, планировалась и так далее, никто не думал о малом бизнесе, то помещений на первых этажах запланировано адекватное помещение. Вот. Ну, как-то вот... Это просто, понимаете, это такая штука абсолютно бесконечная, в которой нет дедлайна. Это совершенно другая логика, нежели чем, когда ты работаешь в офисе, когда у тебя в 6 часов закончилась работа, ты можешь уйти и расслабиться. Здесь ты расслабиться не можешь никогда, потому что как только ты чуть-чуть ослабляешь контроль, тут же начинает все падать. Плитмахеры начинают опаздывать, начинают там... Не, ну, конечно, хамить не начинают. Ну, понятно, да. Ну, в общем, начинаются какие-то разброты, шатания, да, и поэтому ты должен постоянно вот-вот находиться в каком-то состоянии. А как ты контроль, ну, в частности, ты как ты осуществляешь контроль над своими... Ну, во-первых, с помощью физического присутствия. То есть ты периодически, да, посещаешь один, второй, третий... Ну, во-первых, настрой, да, настрой партнеров, да, и когда там, скорее, скорее, они основатели этого дела, я бы присоединился там чуть позже, вот. И, ну, да, у нас, во-первых, в одной из парикмахерских офис, где мы все время сидим с ноутбуками, а там во вторую мы периодически заходим, да. Заходим, и ты должен просто поддерживать контакт с каждым из сотрудников, должен с каждым общаться, каждый узнать по имени, там, знать, там, чего у него там более-менее в жизни происходит, почему у него плохое настроение и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть это все свойства даже не столько бизнеса, связанных с парикмахерским, да, каким-то... Ну, это свойства, в общем, любого бизнеса в сфере услуг, да. Услуг, да. Ты работаешь с людьми, и поэтому вот этот момент... Ну, да, и главная еще сложность, она заключается в том, что для того, чтобы все двигалось, ты, конечно, должен всех вокруг заряжать энергией, да. То есть, как бы люди должны понимать, ради чего они приходят на работу, потому что деньги, если хотите, мы об этом можем отдельно поговорить, ну, в общем, тема довольно расхожая. Там куча исследований, да, в общем, и сам жизненный опыт подсказывает, что для русских деньги не являются мотивацией, да. Для русских основной мотивацией является ощущение причастности к какой-то очень классной истории. Вот, и ты, собственно, эту классную историю должен своей энергией создавать, чтобы люди понимали, что они приходят на работу не в очередную парикмахерскую, а в какую-то классную парикмахерскую. Это все требует огромных энергозатрат, и там иногда энергия заканчивается, вот, а от тебя все равно ее требуют. Вот, и одна из главных сложностей, она, конечно, в этом заключается. Давай, это хорошая тема, мы, как правило, да, с гостями в этой студии касаемся ее рано или поздно. Есть Россия, есть своеобразие, есть ментальность российская и так далее и тому подобное. То есть классические какие-то варианты всегда имеют некие существенные отличия, да, базируясь на реальной российской действительности. В данном случае то же самое, да, об этом ты говоришь? Ну, пожалуй, мне просто не с чем сравнивать, да. Я просто, я просто вот знаю факт, что для русских деньги не являются мотивацией и вижу это перед собой, да. Я не знаю, как работают англичане или американцы, хотя могу представить, что немножко по-другому. Вот, но вот с русскими это так. То есть к тебе приходят люди на работу, да, устраиваются на работу, и первая их мотивация, да, должна быть там, что им нужно интересно. Нет, ну, разумеется, первая какая-то, да, материальная все же. Да, фундаментальная мотивация, она, разумеется, материальная, да, но просто через там 3 месяца она перестает вообще от человека. Как бы русский, просто если он хочет лениться, он будет лениться даже в том случае, если ты ему скажешь, что поработай неделю, и вот я миллион долларов положу перед тобой, и ты поработаешь, и возьмешь их. Вот они лежат. Он будет лениться даже в этом случае. Вот. И вот потом, в какой-то среднесрочной перспективе, долгосрочной перспективе, на первый план выходит именно ощущение причастности к чему-то классному. Вот. Да, да, я с тобой соглашусь, наверное, и в этой ситуации очень сложно, ну, на мой взгляд, да, сложно решается задача, потому что ты должен, да, ты должен за собой вести, ты такой... Абсолютно верно. Значит, в авангарде, с флагом, с красным знаменем наперед. Ну, я сразу оговорюсь, что в нашем случае, поскольку у нас трое, да, в нашем случае это делает, это делает, скорее, не я, а вот один из партнеров, Леша Ермилов, который, собственно, всю эту штуку придумал, и он, конечно, там, процентов на 70 это ее на себе тащит, да, то есть здесь, скорее, основная нагрузка здесь на него ложится, вот, но... И нагрузка вот эта мотивационная именно, да? Мотивационная, да, мотивационная, да, там, в общем, как и любая другая, просто мотивационная одна из самых главных нагрузок здесь. Вот. Ну, поскольку мы начали, да, разговор, вспомнив подобных бизнесов, да, где-то за пределами Российской Федерации, есть у тебя какая-то информация, ну, как минимум, то, что... Вот история, о которой мы сегодня разговариваем, она своеобразна для российского рынка, но наверняка, может быть, она достаточно уже проверена и востребована где-то за рубежом в Америке, в Европе. А что вы имеете в виду? Я имею в виду мужская парикмахерская. Да, разумеется, там, конечно, конечно, конечно. Ну, там, я не знаю, там со средних веков, по-моему, парикмахерские по раздельному принципу существуют. Я боюсь, я плаваю в этой теме, но, в общем, там, там, разумеется, там традиции и так далее, и так далее. Ну, то есть можно сказать, что в какой-то степени вот эти, опять-таки, да, зарубежные традиции мы сейчас пытаемся на нашей земле. Здесь, разумеется, это так, да, просто за неимением своих. То есть нас просто спрашивали там, почему вы взяли за основу американскую парикмахерскую? А за основу вы взяли американскую? Ну, некую такую западную, английская-американскую. Я всегда отвечаю, что мы с удовольствием взяли, мы хотели взять, мы хотели сделать классическую мужскую парикмахерскую. И с удовольствием мы взяли за основу русский образец, но проблема в том, что его не существует. Не существует русской мужской классической парикмахерской, потому что до революции все там были либо какие-то совсем ужасные купеческие там или крестьянские цирюльни, о которых даже говорить не хочется, либо это были какие-то заведения, которые проходимцы французы открывали, понаехавшие сюда в Россию за длинным и легким рублем. То есть они тоже не могут быть, да, каким-то примером для подражания? Ну, я как-то, я не знаю, ну, я бы не хотел что там писать. Нет, нет, я не знаю. Я понял. Хорошо, а вот некий промежуточный такой, да, временной этап, когда мы жили против советской власти, я прекрасно помню, по крайней мере, что были мужские залы, были женские, это не может быть прототипом? Да, ну, мне не нравится. Ну, что это такое? Может, девочки налево, мальчики направо, ну, зачем? Мне не нравится так. Может, кто-то, если сделает. На самом деле, если кто-то, мне кажется, сделает сейчас такую очень хорошую качественную стилизацию под советскую парикмахерскую с мужским залом, женским залом, вот этими огромными аппаратами для сушилок волос, это может очень-очень сработать, потому что это красивая идея, но это просто она мне не близка. Ну, это такой винтаж, получается, да? Ну, это такие игры, вот игры с эстетикой, да, то, чего мы стараемся... Ну, суть она не меняет, да, это просто вот такое оформление будет. Ну, да, совершенно верно. А-ля, да, Советский, а-ля Советский Союз. Хорошо. Ну, и учитывая, да, то, о чем мы говорим, это вещь такая, может быть, не очень оригинальная в плане глобальном, но для России, так сказать, да, еще не часто встречаешься. Я так понимаю, что не особо конкурентно, да, вот это поле, которое ты сейчас окучиваешь. Да, в Москве вообще нет конкурентного поля, да, то есть даже если говорить о ресторанном бизнесе, который, казалось бы, да, даже у нас... Везде, как раз. Абсолютно Москва — это непаханное поле, поэтому если хотите что-то делать, берите и делайте, но мы, конечно, стали первыми, да, ну, то есть это объективно, и сейчас начинают появляться какие-то штучки. Похожие. Да, похожие, ну, потому что это логично, там стрижется и очень пытаются свои образцы открывать, да и пусть делают, ну, и только за. Ну, то есть ты такой жесткой конкуренции не чувствуешь сейчас, да? Москва выдержит еще... То есть сейчас мужских прихмахерских, их там, по-моему, ну, вот помимо нашей существует еще одна, да. Может быть, существует еще какая-то совсем плохая, которую я именно по этой причине не знаю, но там три... А Москва, она выдержит, я не знаю, там 300 мужских прихмахерских, да. Ну, то есть даже говорить об этом нет смысла, о конкуренции. Хорошо, а Москве смысла нет говорить о конкуренции, а если посмотреть о регионе... Кстати, ты не подумаешь в ближайшей или какой-то в отдаленной перспективе эту сеть? Мы как раз... Ну, у нас же работает прихмахерская в Питере, мы как-то с самого начала договорились, что в Москве мы будем открывать прихмахерские сами, а с регионами мы будем работать по франшизному принципу, что мы, собственно, и делаем. И там следующие три месяца уже работает в Питере, уже там около года она работает, да, или чуть-чуть меньше года. В прошлом летом открылась. Тоже по франшизе? По франшизе, да. И сейчас в течение ближайших месяцев трех-четырех откроется, по-моему, штук, я не знаю, пять еще, да, или там... Там же в Питере? Нет, не в Питере. А, уже просто в России. Откроется в Нижнем Новгороде, откроется в Екатеринбурге, откроется в Казани, откроется в Таллине. И где-то еще, я боюсь забыть, вот. Ну, то есть еще в паре мест, да. Там, может быть, откроется в Берлине, да, тоже через какое-то время. Ну, это круто, да. Это, да, это неплохо. То есть это, в конечном итоге, опять на ваш имидж, да, каким-то образом, естественно, будет работать? Да я не думаю, что это будет сильно работать на наш имидж, потому что на имидж работает Москва, да. Все, что происходит в регионах, это, в общем, довольно-таки опционально, да, при всей моей любви к регионам. Ну, это так. Вот. Ну, а по франшизе, смотри, вы только как бы предлагаете воспользоваться вашим брендом, я так понимаю, потому что цены наверняка могут отличаться от московских и Нижний Новгорода. Ну, цены, разумеется, должны отличаться и отличаются, но мы предлагаем воспользоваться не только брендом, но также нашей экспертизой. Вот. И, в общем, в пакет франшизы входит, ну, во-первых, там вся вот эта визуальная какая-то эстетика, да, ну, в общем, на создание которой тоже было потрачено довольно много времени и сил и так далее. Во-первых, входит бренд, да, на создание которого тоже, опять, не было потрачено. А во-вторых, входят наши всесторонние консультации, да, начиная там от помощи в выборе помещения, да, потому что там многие люди, они хотят заниматься этим бизнесом, но они там не чувствуют, чем хорошее помещение отличается от плохого, да. Мы видим все эти штуки, да, мы видим помещение, в которое людям будет приятно приходить. Вот. Начиная от этого и заканчивая там просто мастер-классами наших брендов. Смотри, извини, я... Давайте, давайте, перебивайте, конечно. По поводу помещения смотри, с одной стороны, вы обсуждали, когда эту тему, да, и это вполне резонно, и в Москве прежде всего, ну, и я думаю, что и в регионах тоже не так легко найти хорошее помещение, но в принципе его нелегко... Его сложно найти. Нелегко найти. При этом, смотри, ты еще говоришь, что вот есть хорошее помещение, а есть помещение нехорошее. Разумеется. И то есть ты в какой-то момент готов отказаться от того помещения, которое тебе предлагают, да, в поисках, продолжая поиски. Ну, когда я говорю, что в Москве сложно найти помещение, я, конечно, априори имею в виду Их в нашей вселенной не существует Мы просто на них не обращаем внимания Я понял, хорошо Ну и собственно Разговор был о некой экспертизе В качестве которой вы оказываете Консультации своим бизнес-партнерам По поводу помещения консультации Наши парикмахеры Учат их парикмахеров встреч Сейчас извини, я перебью тебя У нас новости на Финам.фм, потом мы продолжим разговор Ну что ж, друзья мои, продолжаем Наш эфир, бизнес-класс на Финам.фм Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней Программы Обсуждение того, какой должна быть Современная парикмахерская Ну, как минимум в видении моего Гостя. А в гостях, я напомню Данила Антоновский, основатель Совладелец сети парикмахерских Чоп-Чоп Продолжим мы, Данила, Разговор, мне очень интересно. И так Формируя некое Предложение по франшизе, помимо Очевидных вещей, вы еще предлагаете Некую профессиональную консультацию Да. Ну, вот поподробнее расскажи Ну, опять-таки, я Может быть Не совсем, да, так вот Представляю Вот эту историю, связанную С помещением, да, какое помещение должно быть Ну, видимо, у вас субъективно какая-то Картина Маслова. Ну, это, разумеется, надо чувствовать Да, да, да. Это вот на уровне ощущений Абсолютно. Сложно это Каким-то образом материализовать. Ну, ладно А какие еще, значит, Консультации получают ваши партнеры? Ну, абсолютно все, да Наши парикмахеры учат их парикмахеров стричь Мы там рассказываем о том, как у нас вообще там все устроено Да, как мы нанимаем людей, да Как менять между собой администраторов Сколько людей им нужно на первое время Сколько им надо платить Сколько надо платить парикмахерам Сколько надо платить администраторам Как мы ведем бухгалтерию Ну, в общем, какие-то такие Рассказываем все, как все это устроено Все как есть Причем, смотри, вот я сталкивался многократно, конечно, да С отношениями внутри франшизы И очень часто встречаются следующие Ну, ребят, я сам справлюсь Я вам заплатил за то, о чем вы договаривались Да, больше мне от вас ничего не нужно Вы знаете, мы совершенно не против Да, мы как бы Ну, у нас просто нет У нас просто столько всего интересного происходит в Москве Что нам нет сил У нас нет сил на то, чтобы спорить по поводу Видения ремонта С обладателем франшизы Ну, то есть для вас это не принципиально Потому что есть, наверное, такие подходы Ну, как принципиально У вас должно быть, я не знаю, белый потолок Зеленые стены Нет, жесткости никакой нет У нас, то есть Нам бы, разумеется, хотелось Чтобы это было выдержано В каком-то близком нам эстетическом ключе Но если человек прям совсем упрямится Если ему совсем некомфортно То мы, скорее всего, махнем на это рукой Хотя такого не было Люди приходят к нам именно потому Что видят, что мы создали нечто уникальное Что мы обладаем уникальной экспертизой в этой области И, собственно, они за нее платят деньги Не за слово чоп-чоп И вполне логично, что они к вам относятся И они к нам, разумеется, прислушиваются И правильно делают Потому что если будут делать что-то сами И понимают, что если они будут делать что-то сами Просто получится хуже И они меньше денег заработают Да, получится хуже Ну и, наверное, логично Что вы прошли уже этот путь Соответственно, зачем мне нужно опять Биться головой в стенку Если я могу воспользоваться вашими готовыми уже советами Совершенно верно Это, опять-таки, с точки зрения бизнеса Гораздо более рентабельнее, наверное Давай вернемся к идее Или к теме, точнее, бизнеса Вот мы говорим о том Что бизнес в сфере услуг Все-таки достаточно специфичен Потому что, да, мы сталкиваемся Со многими-многими тонкими обстоятельствами Ну, в частности, конечно Это с взаимоотношениями С клиентом Вот у вас есть какая-то, может быть, корпоративная политика Что вы можете позволить вашим сотрудникам Что вы не можете позволить Как вы относитесь к клиентам, в принципе? У нас, в общем, и корпоративная политика Тоже с соображениями здравого смысла регулируется Исключительно То есть, как бы, если Ну, то есть Да, сейчас я об этом расскажу Мы это видим как Следующим образом, да Что любой человек, который на нас работает У нас работает Он просто должен быть Хорошим, приятным, адекватным, вежливым человеком То есть, мы говорим о том Что если, там, он видит Как в парикмахер заходит какой-то человек Да, ну, надо с ним улыбнуться и поздороваться Но это какие-то совсем простые Человеческие, адекватные реакции Ну, это, с одной стороны, простые А с другой стороны, я думаю, ты сам сталкивался Да, очень часто в сфере услуг Приходишь, тебе не улыбнуться Тебя не заметят Ты пока не стукнешь, там, ногой Или еще чем-то Абсолютно Более того, собственно, и у нас это происходит Да, это то, над чем мы постоянно работаем Мы постоянно людям объясняем Что, ну, не надо бросаться на каждого входящего человека Но если вы видите, что человек вошел И так случилось, что, там, администратор куда-то отошел И человек топчется на месте Неудобно, ну, скажите ему привет Присаживайтесь, да Потому что у некоторых это получается органично Некоторым это надо объяснять Вот, но это мы делаем постоянно Вот, ну, и какие-то, там, элементарные соображения вежливости Да, что, там, не надо отвечать на телефонные звонки Пока ты, там, стрижешь человека, да И так далее, и так далее Ну, смотри, да, я вижу, да Твое выражение лица, по крайней мере, интонации тоже Ну, для тебя это действительно естественная история Ну, это не для всех естественно Поэтому мне приходится объяснять это людям Да, меня просто это дико бесит Потому что я все время говорю, что, ребят, блин Мы сделали чоп-чоп Отчасти для того, чтобы Отчасти потому, что нас бесил вот именно такой подход Который вы сейчас исповедуете еще здесь, да Вот, ну, как-то вот, в общем, да Приходится Ну, разумеется, да, разумеется Они сразу как-то подправляются, да И начинают А есть вообще прецеденты, когда вот человек, ну, не способный, да, воспринять то, что ему Нет, нет, у нас такого не было У нас вообще за, за, сколько мы работаем Полтора года или Блин, я забыл Да, мы позапрошлым летом открылись У нас Ушло, ну, даже не ушло, как бы так Органическим образом Откололось два прихмахера Всего лишь, да? Всего два Да, всего два При том, что их При том, что один изначально был какой-то очень странный парень А другой, ну, просто какой-то вот оказался не наш человек немного Но, как бы, их там штука сейчас Причем не наш именно по духу, я так понимаю Разумеется, разумеется, разумеется А как еще? Ну, я не знаю Может, профессиональный навык тебя не устроит? Нет, нет, нет Тебя же может это тоже не устроит Ну, да, сори Да, при том, что их там штук Сколько, кстати, их там? 15, 16, 17, да Не помню Ну, смотри, вот в самом начале мы заговорили В частности, в парикмахерском бизнесе Очень большая текучка, да? Когда ты рассказывал А у тебя текучки нет Если за полтора года только два человека А у нас текучки нет А почему? Опять-таки мы возвращаемся к этой теме О которой мы говорили К ощущению причастности Какой-то классной истории Потому что они Приходя на работу Они чувствуют, что они приходят Не просто в какую-то одну из Миллионов парикмахерских Они приходят В самую классную парикмахерскую в городе И их там пускают в клубы Потому что они работают В этой парикмахерской У них там берут какие-то комментарии Какие-то интернет-СМИ И так далее И так далее И как бы они видят Что к нам ходят Немножечко другие люди Чем в среднем В другие парикмахерские К нам ходят Ну, я не знаю Все самые классные люди в городе И как бы Они видят, что происходит Что-то интересное вокруг Вот Здорово Скажи мне Если говорить в целом О неком малом Среднем бизнесе Ну, вот Идея какая-то Я затеваю Какой-то бизнес Хочу зарабатывать Естественно Прежде всего У меня Некий там Некий бизнес-план Возникает Ну, и цифры 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 Это нормально А с другой стороны Вот у меня нет Вот этой составляющей Которой ты сегодня говоришь Да Всю программу У меня, скорее всего Не получится Как ты думаешь? Нет составляющей Какой способности просчитать Не-не-не Вот этой Мотивационной О которой мы говорим То есть это должна быть Какая-то фишка Что ли Дополнительная фишка Отличающая меня От моих конкурентов Моих коллег Вы сейчас говорите Об идее вашего бизнеса Да Я не думаю Что вам нужна какая-то фишка Очень часто фишки Эти только мешают Вам нужно Понимание Очень четкое понимание Того Почему хотите заниматься Именно этим И вам нужно Очень четко Отдавать себе отчет Почему Люди должны ходить Именно к вам А не в соседние заведения Потому что очень многим Как раз кажется Что вот они сейчас Придумают фишку Что мы обклеим Зону ресепшн Какой-то невероятно Дорогой итальянской плиткой К нам все пойдут Но это глупость Это тот же вариант Ты говоришь Я должен понимать Почему ко мне все пойдут Потому что у меня Итальянская плитка на стену Это неубедительно Это не пойдут к тебе Ты должен с самого начала Понимать Что итальянская плитка Это не резон Ты должен понимать Что к тебе пойдут Либо потому что Известный очень приятный человек И все просто потянутся К твоему имени Либо ты понимаешь Что ты настолько хорошо Владеешь маркетинговыми инструментами Настолько свободно И с ними обращаешь Что ты сможешь Пригнать огромное количество людей Либо ты понимаешь Что у тебя Правда лучшие Прикмахеры в городе То есть ты должен понимать Своё конкурентное преимущество А у нас Очень часто Бизнес открывает По принципу Что все салоны красоты Прут Значит я открою Салон красоты И я сделаю там Классный ремонт А уж в чём А в ремонте Я понимаю Как все считают И все Это не работает И получается Одно из миллионов Таких Мы это между собой Называем Московское заведение Мы всё время говорим Ой ну это опять получится Очередное Московское заведение В том смысле Что опять получится Очередное Безликое Причём неважно В какой сфере Просто Московское заведение Это вот некое среднее Это такое прям Московское заведение В которое вы приходите И у вас не возникает Желания вернуться Вы просто приходите Автоматически там Что-то едите Стряжётесь И забываете об этом Всё Вот Я понял То есть опять да Возвращаясь к конкурентному преимуществу Да всё-таки какая-то должна быть Глубина Ну должна быть какая-то глубина Должна быть какая-то выстраданность Да То есть вы Вот у вас должно что-то накопиться Да Что вы людям потом Захотите сообщить Хорошо В разговоре о Ну о персонале Прежде всего Да Ты упомянул Что основная мотивация Ну и наверное Российского Нашего согражданина В конечном итоге Это не деньги Не заработная плата А причастность К чему-то Ощущение причастности Да Совершенно верно А у тебя лично И у твоих партнёров Какая мотивация Вы деньги зарабатываете Или тоже Вы занимаетесь У нас У нас смешанная мотивация Мы с одной стороны Зарабатываем деньги А с другой стороны Мы конечно Самовыражаемся С помощью этого бизнеса И я Едва ли скажу Что здесь на первом месте Да Но мы помним И о том и о другом Я думаю что Просто если бы не было Чего-то одного Мы бы просто не занимались Да Если бы Ну то есть Если бы это не проносило денег То при вовле Что это Если бы это Было совершенно тупой Рубкой денег Нам бы тоже Это было не интересно Хотя чем чаще Ты становишься Чем чаще Чем старше Ты становишься Тем больше приходишь К мысли Что в общем Можно наверное И порубить А потом Тупо порубить деньги А потом уже Расслабиться И уехать И заниматься Чем-то приятным Да Я понял Тебя хорошо А опыт Занятий чем-то другим Был уже в жизни Твоей Или в партнере Разумеется У меня в общем Довольно насыщенная Была профессиональная Карьера Я долго занимался Пиаром А потом Долго занимался Журналистикой Работал лет 5 или 6 Редактором Глянцевого журнала Потом работал Шеф-редактором Интернет-направления А как тебя Занесло В эти дебри Да в общем Это на самом деле Довольно логичная И прямая дорога Потому что я работал В мужском журнале GQ Который во многом Посвящен мужской моде Ну и в какой-то момент Понял что у меня В этой области Экспертиза накоплена Огромная А в общем Что может быть Ближе к мужской моде Чем мужская прихмахерская Вот и с моим партнером Произошло то же самое Вот с Лешей Да мы работали вместе И в какой-то момент Поняли что это Невероятно логичный выход Вот А третья у вас еще есть Да Третья прихмахерская Нет нет Партнер третий Нас трое Да я Леша Ермилов И Женя Маружин А он каким образом А вот Леша с Женей У них У них была такая Камерная Студия татуировок Вот И они в общем Ответственны за За вот эту моду Да Ну то есть Вы едва ли ходите Вот в эти клубы Да Но если вы там придете В какую-нибудь Солянку или Симачев Вы увидите девочек Там Восемнадцати Тире там Тридцатилетних У которых Предплечье На предплечье Какие-то Какие-то фразы Какими-то эстетскими шрифтами И так далее Это в Москве было дико модно Вот собственно Моду на это Они завели И они тоже хотели расти Как-то куда-то двигаться И в общем Мы придумали Мужскую прихмахерскую При этом они О профессии Да Или о бизнесе Они такие же Как и я У Леши У него точно так же Какой-то там Редакторский Журналистский Бэкграунд А Женя В общем просто Человек интересной судьбы Человек интересной судьбы Это звучит Да Это звучит Это здорово Так Ну а Возвращаясь Да Все-таки К разговору о деньгах О деньгах О деньгах Ну бизнес-класс Мы говорим о бизнесе Давайте поговорим Давайте поговорим О деньгах Я столько знаю Разговоров о деньгах Вот Сравнение Да Начал ты озвучивать Сравнение Человек занимающий Собственным бизнесом И человек Который привязан К конкретному офису Человек который С утра Ну условно говоря С утра до вечера Отработал Потом ушел И вот Мироощущения Абсолютно разные Это просто Настолько разные Мироощущения Что это даже Словами не передать И Конечно Дико интересно Наблюдать за процессом Перестройки Твоего собственного мозга С ощущения Офисного работника На ощущение предпринимательства У тебя эта метафориза Как раз произошла Сейчас она полностью Уже произошла Я например понимаю Что даже если бы я пришел В офис Сейчас работать Что в общем Я допускаю Я бы уже думал Не о том Как договориться о зарплате А о том Как договориться Скорее о доле в бизнесе Я бы говорил Что не о том Что вот у меня Такое резюме Поэтому мне нужно Платить 5000 долларов Я бы говорил Что Я бы пришел И говорил Что вот у вас Такие-то показатели Я вам за такое-то время Смогу их увеличить До такого-то показателя И вот от этой разницы Я хочу такой-то процент Себе Ты пришел бы Как наемный работник Если бы сложилась Такая ситуация Что меня бы кто-то попытался Нанять Потому что сам я никуда Прийти не хочу Я бы разговаривал Не о зарплате Я бы разговаривал О совсем другом Принципе вознаграждения И принципе участия И принципе участия Мы сейчас еще раз Новости послушаем Потом вот эту тему Очень интересно Продолжим Итак эфир Продолжим мы Бизнес-класс На Финам.фм Меня зовут Олег Дмитриев В гостях Данила Антоновский Основатель Совладелец Сети парикмахерских Чоп-чоп Данила Ну вот Продолжим Разговор о том Метаморфоза Это изменение сознания Если хочешь Когда ты Долгое время Ну в твоем случае Может не такое уж и долгое Но тем не менее Изрядное лет 10 Лет 10 Да ты был Обычным Как это называется Офисным червем Да Ну это офисный планктон Вероятно Планктон Извините пожалуйста Не-не-не Я-то чего Получается да Получается так И вдруг какой-то момент Вот произошло Озарение Нет-нет Озарение не произошло Это было постепенно Накапливалось все постепенно И в итоге Органическим образом Все это выплеснулось Но я тоже дико рефлексировал На эту тему Потому что момент перестроения Он довольно болезненный Вот А болезненность она чем Она именно вот внутри Или просто надо Образ жизни менять Нет Она разумеется В моем случае Как бы образ жизни У меня поменялся Скорее в лучшую сторону Но существует Вот в этом как раз Вот есть Одна из там главных Одно из главных свойств Сознания Вот этого офиса Страх потерять свое место Да Страх выпасть из какой-то там Колеи Да Вот То есть уже все вроде Понакатанно идет Да Надо все менять А потом ты понимаешь Что ты в общем можешь построить Гораздо лучшую колею К себе Вот Гораздо более глубокую Уютную Ну в любом случае Да Ты через какие-то потери Должен пройти сначала Ну я другими словами Знаете В моем случае Так слава богу не было То есть я С первых дней Моего ухода С постоянной работы Я выиграл в деньгах Просто Я больше начал зарабатывать Я не знаю почему Ну сразу же Или через какое-то время Нет Прямо сразу Я во всяком случае Никаких неудобств Финансовых не почувствую Ну да Это всегда же Номер один Вот я сейчас Надоело мне Я ухожу с работы Но с другой стороны У меня ничего другого нет Никакой альтернативы нет Я хотел бы конечно Что-то затеять И в перспективе Мне кажется Что это придет Но я должен Вот этот период жизни Каким-то образом Пожить У меня может быть Просто как-то так плавно Получилось Потому что В общем у меня получилось Плавно и органично И слава богу Ну так вот вернемся Если сейчас вдруг Представить Что ты каким-то образом Возвращаясь В лоно Офисной службы То есть в любом случае Да Ты уже на Как бы На Предыдущие Взаимоотношения Не пойдешь Я не пойду Я просто буду думать По-другому Потому что Большинство офисных людей Которые приходят на работу Они думают В первую очередь О том Что они могут сделать На своем данном Конкретном месте На своей там данной Конкретной должности Да И как В рамках малого круга Вот этого действия Мне это Совершенно не интересно Мне интересно Мне интересно Посмотреть Что я могу сделать Для самой компании В целом Потому что Какой-то Низший уровень Это результат того Что ты вот уже У тебя был собственный бизнес Ты поворачивался Это результат того Что ты понимаешь Как все устроено Как все работает И результат Ну в общем Твоего какого-то роста В какой-то момент Твое сознание Становится более глобальным И тебе уже В мелких вещах Не так интересно Копаться Именно потому Что у тебя есть Собственное дело Было или есть Собственное дело Иначе начинаешь мыслить Иначе начинаешь мыслить Иначе относиться к деньгам И так далее Есть отличная фраза Которая в общем Это же откуда же она Это фраза А это фраза по-моему А это фраза из фильма Социальная сеть Да Которая про Марку Скирберг И Фейсбук И там ректор Гарварда Говорит что Или декан Гарварда Как правильно Это должность называется Я не знаю Главный человек в Гарварде Он говорит что Упускники Гарварда Всегда знают Что гораздо лучше Создавать рабочие места Чем искать их Вот И это реально То есть он намекает на то Что выпускники Гарварда Как правило Занимают руководящие какие Занимают руководящие Он намекает на то Что выпускники Гарварда В общем гораздо более Более Инициативные Самостоятельные И критически мыслящие люди Чем все остальные Но это правда То есть вот Здесь два подхода Есть Можно искать рабочее место А можно создать рабочее место Создать гораздо интереснее Ну Мне кажется Да Я с тобой во-первых соглашу А с другой стороны Все равно ресурсы какие-то нужны Для того чтобы создавать рабочие места Должны быть ресурсы Для всего нужны ресурсы Надо только захотеть Надо как раз перестроить свое сознание Кстати вот по поводу захотеть Мне очень хочется с тобой поговорить На предмет того Что Мы встречаемся здесь Я опять вернусь Да К предыдущему разговору Каждый день встречаемся С молодыми И не очень людьми Которые пытаются делать Собственный бизнес В России Вот здесь я сейчас Отчеркиваю слово В России Хорошо Ну преимущественно в Москве Конечно Потому что Ну так уж устроено Что мы Ведем вещание в Москве Прежде всего Вот Но тем не менее Да Вот эта проблема Малого бизнеса Ну малого среднего Давай может быть Так построим фразу Малого среднего бизнеса В России Да Она надумана Как ты считаешь Проблема связана с тем Что Проблема Да В чем проблема Нет Как бы сказать Поддержки государственной Нет Очень часто нет возможностей Да Очень часто там Какие-то Припоны Кто-то устраивает Все время И вот Мы периодически Плачем 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 Потому что Не дают просто Малому бизнесу Развиваться в России Ты согласен Я бы не сказал Что малому бизнесу Не дают развиваться Я согласен Что это скорее Какой-то там Большей степени Оправдание Возможно там Немножечко все По-другому В каких-то других Областях О которых я не знаю Но безусловно У России есть Свои специфики Она не очень приятная Но слушайте Другой специфики У нас нет И там Какие-то люди Которые там У которых Скажем Были рестораны в Москве И которые сейчас Уехали в Лондон И делают рестораны там Они говорят Что это прям Небо и земля Потому что там Все понятно Там вот есть 2 плюс 2 равняется 4 Там ты знаешь Чего ты можешь Чего ты не можешь Ты знаешь Что это работает Со стопроцентной гарантией И завтра не поменяется Или послезавтра Никогда не поменяется А в Москве В России Ты в общем Никогда не знаешь Здесь невероятный хаос Сумур и так далее Ну это в общем Вот такая Зато здесь больше возможностей Для роста Но я бы сказал Что вот люди Которые прям Плачутся об этом Они немножко Конечно перегибают палку Потому что Да это все есть Но это все решаемые Рабочие вопросы Ну вот кстати По поводу решаемых Рабочих Или точнее Вот фразу Которые Начал Произносить Да в России Есть некая Своя специфика Ну вот можно Могу конечно Там адские Адские запутанные законы Да там я думаю Что там сами пожар Сама пожарность Брать какие-то надзорные органы Сама пожарная служба Толком не разбирается В том что можно делать Там в ресторане А что нельзя делать в ресторане Потому что Все это адски противоречиво Ну у них есть же какие-то там В том то и дело Что у них где-то это есть Но вот Где-то есть одно Где-то есть другое Вот где-то есть третье Вот А где-то есть четвертое Но это четвертое потеряли Вот И так далее Вот И потом ты как бы То есть например в Англии Ты точно знаешь Что На западе Ты находишь помещение И у тебя есть определенные требования К ресторанам Ты находишь помещение К которым 99 требований соблюдены А 100 не соблюдено И ты совершенно точно знаешь Что ты 100% не можешь Открыть ресторан там Потому что всего лишь Потому что Потому что да Потому что тебе 100% там А в Москве Ты вот начинаешь думать Что вот у меня 75 требований соблюдено А 25 нет Ну наверное Можно вот закрыть на это глаза Просто потому что Я не найду другого помещения Такого Вот Вот как-то так Просто вот куча Непонятно Как все работает Непонятно То есть если бы Смотри Если бы Ну я не знаю Как это выглядит На самом деле Но тем не менее Если бы у меня Вот в моем сознании Было бы ощущение того Что 75 удовлетворяет требования А 25 И тем не менее Я знаю Что мне не разрешат Это было бы проще Гораздо проще Гораздо проще Гораздо проще Когда Ну там работающая система Она прозрачная абсолютно Там Не знаю Если тоже есть взятки И так далее Там все немножко По другому устроено В целом Там все железобетонные Какие-то правила Вот И в этом отношении Здесь гораздо проще Чем постоянно думать о том Можешь ли ты что-то сделать Не можешь ли ты что-то сделать Чего тебе это будет стоить Но с другой стороны Смотри У тебя полтора года уже Бизнес И ты наверняка сталкивался С какими-то подобными Вы знаете Нет Вопросы Потому что мы-то как раз Все Мы-то как раз Стараемся все соблюдать Да Вот И Ну в общем Пока Бог миловал Особо не сталкивался То есть даже так Соответственно Есть возможность Все-таки Каким-то образом Действовать так Чтобы вопросов Ни у кого не возникало Ни у пожарных Разумеется Есть Но просто проблема В том Что Закон настолько бездарно И ведь Ева-то прописано Что если захотят Пристать Найдут Они скажут Что у вас Там я не знаю Высота плинтуса Не соответствует нормативу Что у вас 4,5 сантиметра Должна быть 5 И покажут норматив Наверняка Ну где-то достанут Я не знаю Покажут Я не знаю Что-нибудь придумают И в этом и сложность Что они всегда могут Что-то придумать Как ты всегда можешь Что-то придумать Так и они всегда Могут что-то придумать И вот этот бизнес в России Это вот постоянная Вот эта борьба Борьба людей Которые что-то Друг против друга Придумывают все время Какой-то вот Ход Ответные ходы Ну смотри Забавно Возникает Такое ощущение Ну парадокса Может быть С одной стороны Люди говорят Я не могу вести Бизнес в России Потому что здесь Вот такая вот Петрушка А с другой стороны Я смотрю В твои горящие глаза И я так понимаю Что тебя это в какой-то степени Заводит еще больше Нет Меня это совершенно не заводит Потому что у меня Нет никакого Я никакого удовольствия Не испытываю От перспективы Иметь дело с Государством Чиновниками И так далее Потому что я знаю Как это все устроено И все это устроено Довольно отвратительно Но Других условий У меня нет сейчас Поэтому я работаю В таких условиях Какие есть Я разумеется Думаю о том Чтобы со временем Переориентировать бизнес На Лондон или Нью-Йорк Я бы очень хотел этого Но я понимаю Что это вопрос Среднесрочной перспективы До 5 лет До 10 лет Не сейчас Смотри Говоря о перспективах Ты говоришь Я бы хотел Переориентировать бизнес Ну и понятно По какой причине А допустим Такая фраза Я бы Ну не знаю Сейчас я сформулирую Говоря о Среднесрочной перспективе Я очень надеюсь Что там В перспективе 5-10 лет В России Все кардинально Поменяется Нет Ничего не поменяется Слушайте А что вам дает Что вам дает Возможность предположить Что в России Что-то поменяется Посмотрите на ее историю Ну правда На протяжении многих веков Все было примерно Одинаково И что вам дает Основание Предположить Что в течение Ближайших 10 лет Что-то изменится Вот Россия такая Какая она есть Ее нужно Снимать Такое Какое она есть И разумеется Можно пытаться Ее исправить Но это будет Во многом Капли воды Которые точит камень Я не знаю То есть для того Чтобы он В конечном итоге Подточился Да Едва ли он Вообще подточится Я тоже терпеть Не могу некоторые Российские Проявления российской Действительности Но понимаю В общем Что они довольно Объективны И ничего с ними Не поделаешь То есть в этом случае Все-таки лучше Подстраивать Я конформист Абсолютный В этом смысле Абсолютный конформист Хорошо Буквально два слова Да Данил Осталась нам минутка Давайте Какие перспективы Ты видишь вообще С точки зрения Развития бизнеса Мы говорим Опять о мужской Парикмахерской Да прекрасные перспективы Мы в общем Готовы открывать Треть, четвертую, пятую Просто вопрос в том Что помещений не хватает И просто мы там Еще сейчас начинаем Ресторанами заниматься И это жрет Немножечко наше внимание Ну это вы А в целом Этот рынок наверняка А вы про рынок в целом Не или нет Чего? Конечно Конечно Но это опять-таки Нужно понимать Что вы можете Предложить людям Такого Что не могут Предложить другие люди Если вы просто Попытаетесь скопировать То что сделали мы Скорее всего У вас ничего не получится Поэтому вам нужно Что-то Действительно предложить Ну не получится Именно потому Что это во-первых Сделали вы А во-вторых Вы знаете как это делать Ну не получится просто Потому что это будет Бездушная копия А люди всегда чувствуют Что это бездушная копия Вот опять мы возвращаемся Некому вот этому Внутреннему ощущению Конечно Это очень важно Это очень важно Энергетика в бизнесе Очень важна Спасибо огромное Друзья мои Мы будем заканчивать Я во-первых Благодарю моего Сегодняшнего гостя Это Данила Антоновский Основатель И совладелец Сети парикмахерских Чоп-чоп Мы пытались сегодня Сформулировать Какой должна По мнению Данила Прежде всего Быть современная Парикмахерская Кажется нам это удалось И нам это удалось Да По крайней мере Я тут точно К сожалению Не могу воспользоваться Условами парикмахера Уже давно Но я знаю Какой она должна быть Дай бог Чтобы так и случилось Уважаемые слушатели Спасибо за внимание Успехов в бизнесе До свидания